Доброе утро, Бокертов! Начинаем наш очередной урок по главе Итро Забраха Парнаса Кавана, Денис Беннахум Очень интересно, в главе Итро Как происходило получение 10 заповедей Всевышний говорит, вы видели звуки То есть что-то было невероятное, было необычное Обычно человек звук слышит, мы видим звуки До чего это дошло И Всевышний нас предупредил Не подходите к горе, кто приблизится, он не умной, он умрет И будет сброшен вниз, не человек, не скот Маше нас предупреждает Когда мы подошли к горе Синай Маше нас рано утром разбудил Звук шафара поднялся очень сильный И нас разбудил Наши мудрецы говорят, мы проспали Раз мы проспали, то теперь мы стараемся Всю ночь С 5 на 6 севана Учи Тору и не спать Вот так Потому что это очень важная заповедь Мы должны все время Представлять себе, что мы стоим у горы Синай И получаем Тору Первые две заповеди Мы сами слышали из уст Всесильного И так слышали, что души поулетали И сел Всевышний нас вернул их росой Первая заповедь Я Бог Всесильный Твой Который вывел тебя из страны Египетской Из дома рабства Почему не написано, что я Всесильный Который создал небо и землю Потому что мы скажем, что земля большая Небо огромное Мы это понять не можем А когда говорят, что ты был рабом И тебя вытащил оттуда Иди и служи мне Это мы хорошо понимаем Да не будет у тебя других богов, кроме меня Не делай себе извояния И всякого изображения Того, что на небе наверху И того, что на земле внизу И того, что в воде ниже земли Не служи им и не поклоняйся им Ибо я Бог Всесильный Твой Бог Ревнитель Карающий за вину отцов Детей до третьего и четвертого поколения Тех, кто ненавидит меня И творящий милость на тысячи поколений Любящий меня И соблюдающий в заповеди мои Равицкаг Зильбер Говорит Написано До третьего и четвертого поколения Припоминает вину отцов Если мы Не грешим То некая вина отцов Нам не добавляется Если мы сами Грешим То нам добавляются еще Те грехи, которые были Наших дедов Наших отцов Прадедов То есть нам главное не грешить Но Все это работает То, что плохое Так работает А то, что хорошее На тысячи поколений Вот так Поэтому от нас зависит очень многое Как будут жить наши потомки После нас Не произноси имени Бога Все на твою попусту Ибо не простит Бог Того, как это произносит Имя его попусту То есть Если мы Не находимся В состоянии Молитвы Чтения Торы То никаких имен Мы не произносим Мы говорим Ашем Что буквально означает имя Помни день субботний Чтобы осветить его Шесть дней работы И делай всю работу твою А день седьмой суббота Богу сильному твоему Не совершай никакой работы Ни ты, ни сын твой Ни дочь твой Ни раб твой Ни рабы Ни твоя Не пришел листвой Который во вратах твоих Ибо Шесть дней Творил Бог небо и землю И почил день судьбой Седьмой Поэтому благословил Был день субботний И осветил его То есть Что все вышли Седьмой день Он отдыхал И он сделал покой Суббота День покоя Ни человек Ни его животные Не могут работать Вот так Мы отдыхаем в этот день Чьи отца твою Мать твою Да упродили С дни твоей на земле Которую Бог Всесильный твой Дает тебе То есть Эта заповедь Говорит о том Что В этом мире Мы получаем Награду За эту заповедь За хорошее отношение Родителей Почитание отца и матери И За другие заповеди Награда будет В будущем мире Потому что этот мир Слишком мал Чтобы получить Всю награду Которую Всевышний Дает за заповеди Но за эту заповедь Получаем И в этом мире Благословение Тоже Все работает Не убивай Не прелюбодействуй Не кради Значит Не убивай Это буквально Не убивай Невиновного Если это война Надо убивать Или это суд Приговорил преступника К смерти Надо убивать Но что касается Невиновного Ни в коем случае Не прелюбодействуй Здесь В этой заповеди В основном идет Отношение С близкими Родственниками Кровное смешение За все остальные Виды идет В других Главах Торы Не кради Имеется ввиду Не кради человека Заповедь смертельный Кто украдет человека Будет удерживать у себя Смерти будет предан Вот так Не отзывайся От ближних Своим ложным свидетельствам Здесь Очень серьезная вещь Если человек Пришел в суд И сказал Что он видел Что И предупреждал Человека Другого Что Не делай Так он сделал Нарушил заповедь И это будет Ложное свидетельство То Естественно Он хочет Смерти Того человека И суд Должен приговорить Его к тому Что он хотел Сделать против Своего ближнего Настолько важная Заповедь Не желай Дома Ближнего Своего Не желай Жены Ближнего Своего Ни Рабаева Ни Ослаева И ничего Что у Ближнего Твоего То есть Зависть Очень тяжелая Заповедь Она очень Плохо Действует Мы видим Что из-за Зависти Братья Продали Иосифа Обрекли его На страшное Мучение То есть Это была Зависть И не могли Вынести Что отец Любит его Больше их Что он Его одел Одежду Разноцветную Выделил его Среди братьев Мы должны Эту заповедь Помнить Первые Две заповеди Мы слышали Потом Попросили Маше Чтобы он Говорил Чтобы не говорил С нами Всесильные А то мы умрем Потому что Действительно Тела Вылетели Из тел Души Вылетели Из наших тел Настолько Это было Страшно Этот рок Был Еще у нас За здоровье Светлана Батклара Анна Батривка Полина Первым Батсоня Сура Женя Бат Ида Моша Бенрая Ида Броха Батцара Анна Бат Елена Евгения Бен Софья Двоера Бат Мира Моисей Бен Ева Ирина Бат Двоера Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берл Евгения Бат Ита И за хороший Женух Арон Арье Бен Двоера Всем все Самого наилучшего До следующих встреч